Мы посмотрели Ford Expedition Max в прошлом обзоре, выяснили, чем он плох, чем он хорош. И переходим ко второму нашему арендному автомобилю. Мы на острове Кавайи, Гавайи. Смотрим, насколько пригодны автомобили для туристов и имеет ли смысл брать. И все же, конечно же, хотят, приезжая в Америку, взять Ford Mustang Iconic Car. Первое, что приходит в голову после Dodge Challenger или Chevrolet Camaro. В прошлый раз у нас был Camaro, я не снял на него, к сожалению, обзор. И сегодня я немножко упомянул в обзоре, насколько он хорош в сравнении с Camaro, что из этих стоит двух взять. Значит, начнем, наверное, для туристов важного элемента. Скорее всего, если будете брать Mustang, вы захотите взять Convertible. И у Convertible вы захотите положить ваши чемоданы в аэропорту в багажник. И это, конечно же, первый сюрприз для тех, кто не прикинул, что они на Convertible. Что в багажник влезет, ну, смотря какие чемоданы, на самом деле. Если чемоданы маленькие, то раз, два, может, даже три чемодана удастся впихнуть. Ну, и, кстати, в сравнении с Camaro багажник очень даже в порядке и в него очень даже хорошо помещается. Но ушлые туристы знают, что когда в багажник кабриолета не помещается, нужно просто скинуть крышу. И тогда все поместится. Значит, в U-Live Test сколько помещает, значит, багажничек большой. Большой, ну, рюкзачок, конечно, просто размером с чемоданом. Ну, не, нормально, нормально. А вот вместимость уже большого. Значит, он помещается довольно-таки много. И это мы еще не разложили задние сидения. Форд подходит для большой семьи. По идее, когда пара приезжает на путешествие, все-таки хочется, да, кабриолет. И ушлые путешественники, которые не смогли засунуть багажники в чемодан в багажник, берут и откидывают крышу и просто его кладут назад. Вы можете задаться вопросом, Денис, почему у тебя щель? Я тоже задаюсь таким вопросом, почему у меня щель. Я пробовал закрывать эти задние треугольнички по-всякому, но щель никуда не уходит. Значит, что, давайте с внешнего вида, ну, как бы все знают, как выглядит мустанг. Он выглядит офигенно. Здесь стоковый выхлоп, который рычит офигенно, приятно. Вот, как бы, Ford Max не было смысла заводить, а этого, наверное, друга даже имеет смысл заводить. Посадка здесь, конечно же, как на приеме гинеколога. Сели, прилегли даже, ножки раздвинули, получаете удовольствие. Давайте заведем. На холодную кажется, что ничего интересного. И даже если я просто нажму педальку, тоже не будет ничего интересного. Какая-то тарахтелка. Тут, скорее всего, чередики цилиндра. Я даже не смотрел характеристики базового Ford. Но я уверен, что ничего интересного. Вот я нажму. Ничего интересного. Но когда даешь на нем на дороге, он начинает рычать очень интересно и очень приятно. Здесь какая-то шильдик о том, что ему 55 лет. И в целом доминирование Китая в автопроме и китайского качества удручается, которые изменились в Ford за 55 лет. Такое ощущение, что главные инновации, которые здесь произошли, это светодиодные огни. Теперь здесь можно в настройках поменять, как светятся подстаканники и как светятся ручки боковых дверей. Какого цвета ободки здесь. Здесь мультимедиа гораздо проще по сравнению с Expedition. Хотя в Expedition, как вы смотрели в прошлом обзоре, отвратительная мультимедиа. Здесь она чуть более упрощена. Здесь нет навигации, например, в этой. Она также тормозит ужасно. Здесь управление... Зачем эта анимация была здесь сделана? Она... Климат. В... Именно UI. В Camaro, в Chevrolet было очень удобно. Были воздуховоды, которые вращались и, соответственно, теплее и холоднее делали. Зато не было центрального воздуховода. Был левый и правый. Здесь же вот это вот. Ну, как бы... Окей. Есть и есть. Кнопка включения здесь, не здесь, не здесь, а вот здесь. Ее даже искал еще пять минут. Видите, у нас туристический режим. У нас есть банан. И есть ручка. Как бы, в отличие от большого Ford'а, здесь есть ручка, которую даже быстро на спорт можно вот так вот. Типа, самый дальний. Это спорт. Это драйв. Это уже... Что там? Нейтралка. Реверс. И следы за ним. Вот, кстати, доказательство, что американцы гоняют. Вот такой вот. Чуть покороче, но тоже просторный автомобильчик проезжает. Ну вот, это ручка. Вот эти переключатели... Уберем банан, он совсем всех смущает. Вот эти переключатели, они скажутся офигенные. Ты думаешь, вау, как красиво. Что тут у нас по режимам? У нас здесь прям спорт режим, разный режим. Вот mode я перещелкиваю. Тут drive mode, sport plus, track, drag strip, snow wet, normal. Кто будет в здравом уме туристами гонять на drag strip, я не знаю. Или track plus, или там вот эти все спорт plus. Бесполезная штука. Потому что тут чуть-чуть газку дашь. Уже местные обижаются на то, что ты так неаккуратно управляешь своим транспортным средством. Лихач, турист, бессовестный. Поэтому здесь нужно ехать спокойно, получать удовольствие и алоху, и не напрягать окружающий мир. Ну так вот, климат-контроль неудобный. Вот эта вот крутилка и вот этот вот весь пластик, пластик, это пластик. В этом проблема. Он очень дешевый. Поэтому я говорю о Китае. Это все дешевый, дешевый Китай. И ты садишься, и даже Ford Max, ну который, конечно, стоит как три мустанга. Но в нем приятно. В этом прям, вот честное слово, неприятно. Ну что, давайте откроем крышу. Ради чего мы все здесь собрались? Ради крыши. Убрали. Нажимаем. Стеклышки поехали вниз. И крыша достаточно быстро. Раз, 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 раз. Сейчас пойдем в багажничек посмотрим, как у нас помещается. Расположилось. Заглушим этого друга. Пойдем смотреть в багажник, как он открылся. Пока не перешли туда. Про вот это все, вот это все китайское неприятное. Что здесь есть мустанги. Что здесь приятно? Здесь есть тяжелый руль. Он приятный. К нему вопросов нет. Руль тяжелый. Но рулится все равно как-то расхлябанно. Может быть конкретно наш, уже убитый. Хотя у него 17 тысяч пробега. Но я не знаю. Если вы уберете в большой континентальной Америке, то, конечно, кайф погонять. Есть где покайфовать. На островах смысла нет. Плюс всего нету. Нету задней решетки. Либо я, как говорится, тупой, либо лыжи не еду. Что-то пошло не так. И у нас нет никаких здесь шторки. Здесь же должна быть шторочка такая, которая воздух, который вот так вот циркулирует, берет и не разрешает ему заходить назад. Я ехал 50 миль. Всего лишь 50 миль в час. И при этом я замерз. Даже с поднятыми и передними, и вот этими вот жалкими треугольниками, которые, я напоминаю, закрываются, не закрываются. Давай, дружок, включись. Вот. Типа дощелкнули. Подняли стекла. И что мы видим? О, они сработали. Смотрите, когда кончили. О, чудо. Нет, не чудо. Ну, нет, так лучше. А вот когда крыша открыта, они не доезжают. Так вот, в чем был секрет. Нужно их открывать, оказывается, когда крыша опущена. Ну, так, в общем-то, что про аэродинамику? Она ужасная. Задувает. То ли я дурак, не нашел нигде, и кто-то ее украл, эту сеточку, либо у мустангов нет этой сеточки, которая сзади ставится. И аэродинамика не позволяет мне ехать, просто наслаждаться зимой, ой, зимним летом на Гавайи, где вечером 18 градусов, и кайфовать от звездного неба, просто потому что холодно. Банально, с печкой полностью включенной, холодно, дует в спину. И что, я должен ехать в шапке, что ли, чтобы получать удовольствие от звездного неба? Нет. И поэтому смысла в кабриолете отпадает. Днем что? Днем мы обгораем жарко, вечером что? Вечером нам холодно и задувает. Не хотел, конечно, жалобный обзор. Как бы есть плюсы, наверное, в мустанге. То, что лошадка на ключе, то, что багажник чуть вместимее, чем в Камара. Сейчас посмотрим, он стал меньше или остался таким же, когда крыша спущена. Но он остался таким же. Это крутое, потому что Камара становится в два раза меньше, и там вообще ничего не помещается, когда багажник. Значит, по внешнему виду, конечно, нет претензий, хотя к этим колесам можно придраться. Они выглядят не очень. Мягко скажем. Есть на мустанге зеркала. Зеркала, ребята, после вот этого вот это зеркало. Оно не показывает ничего. Фигу вам показывает. Зато вот эти фордовские расширители. Боже, да вы поставьте нормального размера зеркало с искажением. Зачем вот эта фигня? В общем, в него ничего не видно. Заднее стекло, конечно же, тоже ничего не видно. Зато ты такой становишься спереди и думаешь, боже, какой ты красивый. Как классно тебя нарисовали. Как круто ты выглядишь. Какой у тебя красивый свет. Какой у тебя красивый фронтальный разрез капота. Тут воздухозаборники. Это, конечно же, радует. Большой в целом капот. Такое задорное большое капотище, которое прям приятно. смотреть, ехать. Но все равно раздутость Camaro кому-то нравится больше. Или как они здесь говорят? Camera, да? Chevrolet Camaro. Or Ford Musang. Заднее сидение. Ну, наверное, все знают, что Camera, что Musang. Здесь нет задних сидений. И сюда вы даже ребенка не посадите, если только он... Если у него есть ноги. Ну, или он совсем маленький и он сидит в детском кресле. В общем, ехать заднему пассажиру мучение. Нужно сложить голову. Я попытаюсь, конечно, сесть. Смертельный номер. Доводчиков ремня нету тоже. Возможно, у нас детская дешевая комплектация. Так, как ты... Как ты открываешься, дружок? Вот так, значит, открывается он. Ну что, опустим, да? Как? Предполагается, что я вот так вот сделаю. Так, в общем, я туповат. Я даже не понял, как. Ну, понятное дело, что здесь коленям места нету. Полностью они вошли в пассажирское водительское сидение. Голова... Ну, когда кабриолет открыт, то голова есть. Да, и пространство какое-то есть. Но когда кабриолет закрыт, то голова вот такая вот. Как будто бы в моем Porsche Macan. Едешь, в котором вообще сзади тоже мало места. Но сидушка приятная. Посмотрите, с выемкой. Думаешь, кайф. Кайф. Выемку сделали. Звук. Ребята, звук в стоковом Mustang. Если вы хотите во время путешествия слушать музыку, а не подкасты, стерегайтесь лучше, как огня. Потому что... Его нет. Его literally, дословно, буквально нету этого звука. Это звук выхлопа. Конфетка. Сейчас мы чуть-чуть проедем с вами, послушаем. Звук. Ну, звук этого. Звук магнитолы. Или как это назвать? Акустики. Это словом даже акустика не назвать. Нет. Красивые длинные двери. Приятная штучка такая светится из зеркала на полу. Не на шлепок. Оп. Оп. Это выглядит красиво. Это все приятно. Это все хорошо. Не ругайся на нас. Я тебя не сильно ругаю. Значит, по расходу мы его только взяли. Не скажу, что по расходу. Ну, и, честно, на нем мы все-таки раздаем. Потому что он как бы просит, чтобы гню чуть-чуть прижали. Поэтому расход у нас будет субъективный. И, скорее всего, большой. Но давайте глянем, что там посреди. Ну, вот сейчас показывает, что последние 282 мили, а это даже не мы ехали, а кто-то до нас. Возможно, не наваливая. А судя по тому, что график ниже был, точно не наваливая. 21,1 миля на галлон. Это значит, что 11 с чем-то литров на 100 километров. Что, блин, много. Это прям много. Значит, что еще туристу нужно знать? Что ты, турист, дорогой, будешь смотреться как... Вот реально никто не оценит, что ты едешь в мустанг. Если ты думаешь, что ты будешь понтоваться и красоваться, все будут думать, ну и лошара взял мустанг. Поэтому смысла брать мустанг, чтобы понтоваться, точно нет. Вот мы сейчас, значит, послушаем, как он гудит. Приятно. Приятно. Что сказать. Раздувает он. И вдавливает. Кстати, вот по ускорению, как бы, несмотря на то, что это минималчик мотор, очень даже, очень даже хорошо. Прямо то, что нужно. Короче, то, что нужно. По звуку, как бы, если какой-то фан, если есть где, здесь просто негде. Здесь вот лежачий полицейский, на лежачий полицейском. Везде 50 миль в час. И в целом люди, как я сказал, смотрят на тебя like a dick. Потому что так ездить здесь не нужно. Здесь нужно быть расслабленным, ловить алоху и не нарушать закон и правила дорожного движения. И это абсолютно правильно. Поэтому мы сейчас вернемся в гараж. Я лишь добавлю пару слов, что разочек в жизни, конечно же, все хотят мустанг. И разочек в жизни все хотят камара. Потому что как-то нас воспитали, что вот американские маскалкары, это круто. Я никогда не ездил на старом маскалкаре, но на новых ездить, наверное, они круты тем, что они дешевые. Тем, что они очень доступны. И даже аренда Convertible стоит недорого в туристических зонах. И он сопоставим с обычным каким-нибудь автомобилем. Семейный минивэн будет даже скорее дороже стоить, чем Convertible. И потому как бы нет большой проблемы взять его, прокатиться, удовлетворить. Это не Exotic Car. Их здесь очень много на всех туристических спотах. Будь то Флорида, будь то Гавайи, будь то Калифорния. Их в любой Rental Agency полно. Бери не хочу, катай не хочу. Поэтому многие это и делают, берут, катают и получают удовольствие. Я еще не снимал обзор на Wrangler. Но вообще многие туристы на Гавайях берут Wrangler. Wrangler здесь самый дорогой. И он еще та история про пластмасс. Если бы американцы делали УАЗик, они бы делали Wrangler. Вот ты как будто сидишь в старом добром УАЗике Хантер, да, который со съемной крышей. Ну ладно, про Jeep Wrangler можно тоже отдельные воды петь и обратное слово вода. Ах, ну гудит, ну очень приятно. Вот. Ну и тормозит, кстати, как бы управление нормально. Для такого размера, для такого он приятный. Он то, что надо, но еще раз, 150 раз я повторяю сегодня. Не надо этого делать. И смысла в этом никакого нет. Поэтому, если есть возможность не брать мустанг на долгий срок, не берите. Потому что мы вот взяли, мы ездим на нем за кофе. И в остальное время наш друг, огромный Ford Expedition, помогает нам получать удовольствие от езды. Получать удовольствие от простора автомобиля. От адаптивного круиз-контроля, от преодоления кочек и неровностей, от переезда по бездорожью. А мустанг оказался просто, когда мы не можем разделиться. Когда мы можем разделиться и когда кому-то нужно куда-то поехать из нашей группы шести человек. Вот тогда только нам мустанг и подходит по нуждам. И то можно было бы не выделываться и взять Corolla и получить, наверное, не меньше удовольствия, а уж комфорта точно больше. Что, закроем крышу, посмотрим, как быстро она закрывается. Закрывается она за секунду, опускаются стеклышки. И крыша поехала, поехала, поехала. И у нас уже совсем стемнело. Наверное, шума в моем видео было очень много. И его не производил я сам. Ну и, конечно же, вот эта система с тем, что ты закрыл. Я включу свет. Одну секундочку. Ты закрыл. Ты нажал опустить, поднять. Это я крышу, значит, товарищ водитель взял, закрыл, поднял инстинктивно боковые стекла. И все постоянно, все туристы забывают закрыть задний треугольник, потому что это отдельный подъемник. А в Камара это... Вот, он даже не хочет закрываться. Какая-то история была у нас с ним. Мы как-то разгадали. А, нужно захлопнуть механический штырь. И только тогда треугольничек закрывается. Какая замечательная история. Как он классно закрывается, да? Он теперь из-за крыши не закрывается до конца. Вот такая замечательная история. Не знаю, что тут распухла крыша или что произошло. Но беда какая-то с ним явно переключилась. Здесь есть ручник. Опять же, провоцирует дурака, да? Поэтому зачем он здесь, непонятно. Наверное, как дань. Берем, да, банан? Банан, на самом деле, вот Ford Expedition. А это Ford Mustang. Ручничок затянем, на всякий случай. Ну, раз он есть, почему, как говорится, не затянуть. Выйдем и сделаем финальное заключение по туристической пригодности Ford Mustang. Она минимальна, ребята. Если есть возможность не брать Mustang на долгий срок, а взять его просто, чтобы удовлетворить любопытство, сделайте это. И не тратьте деньги пустую. Получите просто удовольствие от погоды. Возьмите хороший серф-тренер, если вы где-то где есть серфинг. Или просто покатайтесь по штатам, если есть возможность приехать в Штат или Канаду, где такие автомобили очень доступны. Вот такие выводы. Надеюсь, ответ, нужно ли брать туристу Mustang или Ford Expedition, у вас появился. Но, несмотря на все недостатки, которые я озвучил, и, казалось бы, неподходящую для туриста непрактичность, жесткость, надуманную громкость, которая не соответствует на самом деле динамике управления, неудобству посадки, стрёмному мультимедиа и вроде бы красивому интерьеру, но при этом абсолютно нефункциональному, не эргономичному, тогда открываешь крышу и смотришь по сторонам. Кстати, здесь гораздо удобнее смотреть по сторонам, чем в Камаро. Ты думаешь, да нет, всё нормально. И вот закатный свет, где-то шумит шелест океана. Хорошая погода, хорошее настроение. И весь день мы сегодня провели и фотографируясь вокруг этого автомобиля. Так он всем понравился. В статике он отличен и в перемещении, и в определенное... Как хорошая фотография сделана в режимное время, так и поездка на кабриолете в режимное время, когда не жарко, и не холодно, и не шумно, не воняет, и не льет дождь, и не сыпется уж тем более снег. Вот тогда этот Мустанг оправдывает аренду в себя. Поэтому всё-таки как туристический автомобиль, и даже вот сейчас я сижу в нём, и ещё раз перечислил все недостатки, и думаю, в следующий раз, когда я поеду, возьму ли я обычный седан, какой-нибудь Chevrolet Malibu, или Nissan Altima, или же отдам предпочтение неудобному, но харизматичному кабриолету. И как ни крути, выбор остаётся за кабриолетом. Так что будет возможность, берите обязательно.